Музыка Здравствуйте, мои дорогие! Ну что, пришло время отчитываться за вчерашний день. Сразу вам скажу, что эмоций хватило до сих пор. Ой, даже не знаю, с чего начать. Ну, во-первых, такой неудобный момент есть, когда знаешь, что человек будет смотреть это, а надо рассказывать. Ну, ладно. Ну, для тех, кто не смотрел, я вчера ходила на свидание. А началось всё с того, что мне человек написал в соцсетях, что хочет со мной встретиться, и попросил, чтобы я дала ему номер телефона. Я дала ему номер телефона, он мне позвонил, рассказал немного о себе, что зовут его Виктор, ему 60 лет. Он приехал в Крым с Дальнего Востока, разведён. Он квартиру оставил жене, там, не знаю, дети тоже теперь взрослые, наверное, отдельно живут. Мы как-то ещё не затрагивали эту тему. Бывший военный он, сейчас живёт в Евпатории, снимает квартиру. Ну, и занимается деятельностью какой-то. Просто дело в том, что мы виделись вчера, ну, совсем недолго, ну, часа полтора, наверное. Ну, поехала я вчера на свидание. Рассказываю вам всё подробно. Приехала на такси, ну, иду в сторону кафе. Руки, ноги трясутся. В голове такая мысль отморозиться, не ходить. Ну, иду. Вычислила прямо издалека. Стоит мужчина, довольно-таки высокий, седой, с букетом цветов. Ну, кто ещё может в черноморских? Улыбается. А я иду, подхожу, ноги заплетаются. Думаю, как бы не свалиться ещё тут. Поздоровались, познакомились. Всё это, конечно, так скомкано. Ну, вы сами, да, представляете? Два незнакомых человека, скажем так, не совсем молодых. Ну, как-то так и неловко это всё. Ну, сели в кафе там на улице. Ну, начали разговаривать. Ну, стали говорить. Он о своём, я о своём. Выпили вина. Я как-то постепенно так стала, ну, расслабилась. А то сидела вот это глаза в стол. Чувствую, что я вся прям красная. Ой, прям, как в первый раз. Ну, конечно, какое-то такое чувство неловкое поначалу. Сами же понимаете. Ну, вот так мы просидели где-то с час. Я же надолго из дома не уезжаю. Вот, я ему сказала, что мне домой пора. Он говорит, я всё понимаю. А, ещё забыла вам сказать. Я же ему говорю, я же блогер, я всё снимаю про свою жизнь. Говорю, как вы к этому относитесь. Ну, он так посмеялся, но сказал, что категорически против того, чтобы сниматься на камеру. Ну, это же выбор каждого человека, что с этим поделаешь. Вот, ну, мы пошли, прогулялись до моря. Всё так очень прям, очень прям так хорошо, душевно. У меня где-то под ручку, прям так вот. Вот, прогулялись вдоль моря, договорились ещё встретиться обязательно. Вот, он говорит, я же на машине, я вас отвезу домой. Мы дошли до машины. Привёз он меня домой. Попрощались. И я, значит, с букетом где-то впорхнула в калитку. Это я впорхнула. Вот, в общем, пришла к Алинке. Всё это ей рассказала. Ему тут с ней хи-хи-ха-ха. Вот, прошёл где-то час. Но он, видимо, доехал до Евпатории. Звонит, спрашивает, как я. Я говорю, у меня всё хорошо, как вы. Он говорит, я доехал. Вот, дома один. Так стало грустно. Так приятно вечер провёл. И одному прям загрустнулась. Ну, я тоже вся на эмоциях. Уснуть не могла. Вся прям была. Вот. В общем, короче, полночи я не спала. А сегодня у меня какая-то реакция на эти эмоции. Сегодня я целый день сплю. Я ничего делать не могу. И прям вот... Или что-то, не знаю, может быть, с погодой, с давлением. Ну, прям... Видимо, слишком много вчера эмоций было хороших. Вот. Ну, и что я хочу вам сказать, мои дорогие. Очень хорошее впечатление. Очень приятное. Мужчина прям интересный. И внешне, и такой вообще не очень приятный. Прям. Вечер провела не зря. Мало того, я давно себя уже не чувствовала женщиной, собственно говоря. Потому что я и давно одинока. Ну, и жизнь-то нелегка у нас у всех. Как говорится, я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. А тут прям женщина. Спасибо ему огромное за это. Правда, прям... Очень приятно. Очень приятно. Вот. Ну, хочу вам сказать, что я, в общем, трезво смотрю на жизнь. Ничего я, естественно, не загадываю. Я уже взрослая девочка. Что будет, то и будет. Поживем, увидим. Но я очень благодарна судьбе за вот такие моменты в жизни. Ну, посмотрим, что будет дальше. Ну, посмотрим, что будет дальше.